До юбилея Великой Победы 9 мая осталось всего 16 дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» расскажет о героях-земляках. Один из них – военнослужащий пограничных войск Красной Армии Фёдор Хатанзейский. Герой – один из первых участников Великой Отечественной войны – был удостоен высокой государственной награды – Ордена Красного Знамени. Любовь Пермякова продолжит. «Хатанзейский Фёдор Семёнович. Газета Нарьяна Вендер. 19 декабря 1941 года опубликовала его письмо за подписью «С приветом ваш земляк ордена носит Федя Хатанзейский». Имя этого героя мало кому сегодня известно. Главный научный сотрудник Ненецкого краеведческого музея Марина Колавангина показывает нам письмо с фронта. Оно принадлежит 28-летнему пограничнику-уроженцу Большеземельской тундры Фёдору Хатанзейскому. Когда он с группой пограничников был в разведке в тылу немецких войск на ленинградском направлении, и они разгромили штаб немецкой части, захватили ценные документы. Он был пулемётчиком, и в этом бою отличился, и был награждён первым из немцев Великой Отечественной войны, он был награждён Орденом Красного Знамени. Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР, первый из всех советских наград. Был учреждён за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались воинские части, военные корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения Ордена Ленина в 1930 году Орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. В наградном листе хранятся следующие данные. Орден Красного Знамени Фёдор Семёнович получил за разгром штаба немецкой дивизии в районе Лосгорово. По архивным материалам награда получена за номером 0543 14 марта 1943 года. А в письме, которое опубликовано в нашей окружной газете, описан подвиг словами самого Фёдора. Конечно, написано не для родных и близких, оно от такого более официального плана, но содержит информацию такого колоритного местного значения. Например, посмотрите, в письме сказано, враг хитер и силен, но мы сильнее его, мы должны своевременно разоблачать вылазки врага. Немецких фашистов надо уничтожать так, как наши пастухи-оленеводы уничтожают в тундре волков. Такое сравнение, да? Кстати, кроме высокой награды, ордена Красной Знамени, в наградной копилке пограничника есть медаль за оборону Ленинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Вот так выглядит наш герой Фёдор Семёнович Хатанзейский. Он родился на Вайгаче в 1913 году, прошёл всю войну, был семь раз ранен и завершил свой боевой путь уже в звании лейтенанта. После окончания войны Фёдор Семёнович работал в республике коми юристом и адвокатом. Точная дата смерти нашего земляка неизвестна. Но, как показало время, боевой подвиг пограничника навсегда вошёл в историю России и Ненецкого автономного округа.